Настоящий камчатский краб. А это крабовые палочки. Где же этот представитель семейства крабовидных прячет от нас свои палочки? Давайте искать вместе. У краба 8 клешней и 1 головогрудый панцирь. Или, как его ещё называют, карапакс. Внутренность клешни представляет собой мускульную массу, то есть ценное крабовое мясо. Однако мяса там маловато. И на изготовление даже одной целой палочки явно не хватит. Ну а что внутри панциря? Желудок да жабры. Откуда же растут крабовые палочки? Сейчас разберёмся. Оказывается, эти крабоимитаторы придумали ещё в 1970 году в Японии. Дефицит натурального мяса краба, неотъемлемого атрибута национальной кухни, привёл к резкому повышению цен на этот продукт. И поэтому японские повара решили искать альтернативу крабовому мясу. Японцы народ сообразительный. И, конечно, решение нашлось. Они взяли, да и модернизировали своё традиционное блюдо – камабоку. Для его приготовления используют рыбу, мясо которой имеет белый цвет. Сейчас мы увидим, как готовят прообраз современных крабовых палочек. Чтобы сделать «кани камабоку» – разновидность филе, сначала нужно очистить рыбу. Её филе мелко нарезать, а затем истолочь. На данном этапе мы получили так называемый «сурими» фарш. Теперь в массу нужно добавить картофель, соевый соус, крахмал и яичный белок. Перемешать. Из получившейся массы сформировать котлетки и выпарить их. В момент пропарки из мяса удаляется жир. Остаётся в составе только белок. Пропаренные шарики обжариваются. Парадокс. Но именно как шарики и выглядели первые палочки. Всё. Кани камабоку готово. А сейчас мы увидим, как делают крабовые палочки уже в наше время и в промышленных масштабах. И узнаем, добавляют ли в них крабовое мясо. На комбинат «сурими» фарш приходит в брикетах по 10-15 килограммов. Он замороженный. Поэтому его складывают в машину-дробилку. После процесса измельчения фарш превращается в стружку. Параллельно этому процессу в цехе сыпучих ингредиентов готовят смесь из крахмала, муки и яичного порошка. Которую вскоре добавят в фарш. Когда все ингредиенты собраны и разложены по порциям согласно рецептуре, их закладывают вместе со стружкой «сурими» в кутер. Это миксер, в котором в течение 40 минут перемешиваются компоненты, превращаясь в однородную массу. Кстати, чем ниже стоимость палочек, тем меньше в их составе фарша «сурими». А значит, больше крахмала и муки. Готовая смесь поступает на паровые барабаны. На барабане она подпекается и уже на выходе сворачивается в жгут. После, эта длинная крабовая колбаска направляется в машину, где на неё наносят красителем красную полоску. Скорее всего, это, чтобы покупатель лучше представлял себе вкус краба, вспоминая цвет краба. После того, как у жгута появился окрас, его разрезают на равные порции. Чтобы сделать их готовыми к употреблению, палочки ждёт пастеризация. Внутри машин пастеризаторов кипящая вода и пар с температурой 96 градусов. Раз крабов варят, давайте сварим и палочки. Вдруг будет больше, похоже. Через 30 минут, пройдя зону пара и воды, палочки оказываются в зоне охлаждения. Здесь их температуру снижают до 8 градусов. Быстрый перепад температур убивает всю вредную микрофлору. На выходе у нас получается полностью готовый продукт. Хочешь, в салат клади, хочешь, так ешь. Далее их помещают в холодильные камеры и замораживают. Получается, крабовые палочки и мясо натурального краба это абсолютно разные продукты. И между ними нет ничего общего. Зато мы и посчитали, сколько же нужно выловить крабов, чтобы сделать всего одну пачку крабовых палочек из натурального мяса. Оказывается, для этого понадобится аж 2 краба весом по килограмму каждый. То есть, такая пачка крабовых палочек обошлась бы нам в 3 тысячи рублей. Перемешать. Из получившейся массы сформировать котлетки и выпарить их. В момент пропарки из мяса удаляется жир. Остается в составе только белок. Пропаренные шарики обжариваются. Парадокс. Но именно как шарики и выглядели первые палочки. Всё. Кани Камабоко готово. А сейчас мы увидим, как делают крабовые палочки уже в наше время и в промышленных масштабах. И узнаем, добавляют ли в них крабовое мясо. На комбинат сурими фарш приходит в брикетах по 10-15 килограммов. Он замороженный. Поэтому его складывание она подпекается и уже на выходе сворачивается в жгут. После эта длинная крабовая колбаска направляется в машину, где на неё наносят красителям красную полоску. Скорее всего, это чтобы покупатель лучше представлял себе вкус краба, вспоминая цвет краба. После того, как у жгута появился окрас, его разрезают на равные порции. Чтобы сделать их готовыми к употреблению, палочки ждёт пастеризация. Внутри машин пастеризаторов кипящая вода и пар с температурой 96 градусов. Раз крабов варят, давайте сварим и палочки. Вдруг будет больше, похоже. Через 30 минут, пройдя зону пара и воды, палочки оказываются в зоне охлаждения, вот в машину дробилку. После процесса измельчения фарш превращается в стружку. Параллельно этому процессу в цехе сыпучих ингредиентов готовят смесь из крахмала, муки и яичного порошка, которую вскоре добавят в фарш. Когда все ингредиенты собраны и разложены по порциям согласно рецептуре, их закладывают вместе со стружкой сурими в кутер. Это миксер, в котором в течение 40 минут перемешиваются компоненты, превращаясь в однородную массу. Кстати, чем ниже стоимость палочек, тем меньше в их составе фарша сурими, а значит больше крахмала и муки. Готовая смесь поступает на паровые барабаны. На барабане будто национальной кухни привел к резкому повышению цен на этот продукт и поэтому японские повара решили искать альтернативу крабовому мясу. Японцы народ сообразительный и конечно решение нашлось. Они взяли да и модернизировали свое традиционное блюдо камабоку. Для его приготовления используют рыбу мясо которое имеет белый цвет. Сейчас мы увидим как готовят прообраз современных крабовых палочек. Чтобы сделать кани камабоку разновидность филе сначала нужно очистить рыбу ее филе мелко нарезать а затем истолочь. На данном этапе мы получили так называемый сурими фарш. Теперь в массу нужно добавить картофель соевый соус крахмал и яичный белок. Настоящие камчатские краб а это крабовые палочки. Где же этот представитель семейства крабовидных прячет от нас свои палочки? Давайте искать вместе. У краба восемь клешней и один головогрудый панцирь или как его еще называют карапакс. Внутренность клешни представляет собой мускульную массу то есть ценное крабовое мясо. Однако мяса там маловато и на изготовление даже одной целой палочки явно не хватит. Ну а что внутри панциря? Желудок да жабры. Откуда же растут крабовые палочки? Сейчас разберемся. Оказывается эти крабоимитаторы придумали еще в 1970 году в Японии. Дефицит натурального мяса краба неотъемлемого от рецепта.